Ностальгия по Советского Союза у меня раньше не было, сейчас конкретно начала появляться. Да, безусловно, она есть. Но она не в огромном владении территорией. Почему? А почему это не ностальгией назвать по царю, батюшке? То же самое, территория была такая же огромная. Вы понимаете, это какие-то вот шаблонные стереотипы, мышления. Обязательно надо привязаться к совку, а я знаю, почему. Чтобы именно вот эту ментальность, вот вспомните, совке жрать было нечего, вы опять это хотите вернуть. Понимаете, люди мыслят ассоциативно. И вот эта притяжка, стяжка с совковым мышлением, она порождает сразу ругательное отношение к этому, совок, так далее, так далее. И, соответственно, и умонастроение населения, то есть, она сразу формирует негативное отношение к воссоединению с тем же Крымом или с любой другой республикой. Это неправильно, потому что мы перепрыгиваем, как сказать, через историю, давайте вернемся к истокам, это все было наше. Правильно? Поэтому не стоит говорить о Советском Союзе. Это уже тем более, дважды в реку не войдешь, ты никогда не вернешь уже тот строй, который был. Будет что-то другое. Не факт, что это может быть хорошо и так далее, но будет как-то иначе. Но никаких, я думаю, имперских амбиций ни у кого на самом деле не было. К сожалению, не наши разыграли эту партию. Наши воспользовались ситуацией. Очень многие считают, именно на Украине считают, что именно Путин разыграл эту партию. Я, к сожалению, считаю, что он не разыграл ее партию, а подыграл.